Всем привет! Сегодня у нас будет видео от подписчицы. Разберем историю. Девушка, собственно, запуталась и ждет комментариев от вас. Здравствуйте! Смотрю ваши эфиры. Хочу спросить у вас советы. Я познакомилась с турком в октябре 2017 года в интернет-знакомстве. На то время у меня уже была дочка. В браке я не была. С ним мы общались каждую свободную минуту. На то время у меня уже была дочка. В браке я не была. С ним мы общались каждую свободную минуту. Он меня называл любимой. Предложил стать его женой. Хотел, чтобы я переехала к нему в Стамбул. Присылал деньги на подарки дочке. Купил мне телефон. Я денег не просила никогда. Это его инициатива. Я его приглашала к себе на день рождения в феврале. Он обещал, но не приехал. Клялся, что у него никого нет. Что я единственная. Я верила. Потом он приехал в сентябре на Украину ко мне. Я была рада. Он приехал, чтобы забрать меня и дочку в Стамбул. Мы купили билеты. Но в день отъезда моя дочь забрала ее отец. И захотел денег, чтобы я смогла ее увезти с собой. В итоге он улетел сам. Потому что я не могла найти 500 долларов, которые просил, собственно, отец ребенка. Потом он оплатил эти деньги. И в скором времени я узнала, что беременна. Он на меня был очень зол, что я не уехала с ним в Стамбул. Сообщила про беременность. Этому он был рад. Хотел, чтобы я приехала и поженились. Я приехать не могла, потому что у меня была угроза выкидыша. Он настаивал на своем. Но меня не пустили бы в аэропорту. Он злился, но потом принял эту ситуацию. В итоге я родила в Украине. Он не приехал. На родах не был. Списывал все на то, что у него много работы. Ждал меня. А я не могла ехать, потому что ребенок был слабенький. Говорила ему, чтобы он приезжал. Но он не ехал. Всегда жаловался, что я не приезжаю. Он просто голодный. Что некому для него готовить, кушать. Что ему одиноко дома. Он перестал так часто звонить мне. Начал говорить, что очень много работы. В WhatsApp всегда он был онлайн. Я спрашиваю, что у него кто-то, наверное, появился. Раз он мне отвечает, что его нет. Я чувствовала, что что-то тут не так. Он начал злиться по пустякам. Звонил только ночью перед сном за 5 минут. Или утром иногда перед выходом на работу. А раньше он звонил, как только откроет глаза. И как только клиентов не было. Постоянно мне звонил. Он работает в такси при гостинице. Возит клиентов в гостиницу, в разные места и так далее. Стал холодный со мной. Я сказала, что приеду в апреле месяце. Но потом начался карантин. И границы закрыли. После рождения ребенка у меня большая проблема с моей головой. Собирается жидкость. И мне становится плохо. Меня очень часто забирали в больницу. И как-то забрали в больницу ночью. А телефон был дома. Я приехала домой через 3 дня. Он мне звонил много раз. Я это увидела. А потом я ему позвонила. И он сказал, что он ненавидит меня. Что все кончено. Я спросила, в чем причина. Он говорит, что я его обманула. И что я не собиралась переезжать. Он не верит в мою любовь. Так он сказал. Но сейчас у него новые отношения. Спустя 5 дней. Как только сказал, что все закончено. Он живет с девушкой. Хотя обещал, что будет всегда любить меня. И что мы должны пережить эти сложные дни вместе. Но он меня бросил. И ребенка. Не звонит, не пишет. Не интересуется ребенком. Может вы не посоветуете, что делать? Мне 29, ему 40. Мне очень больно. Посоветуйте, как поступить. Спасибо заранее за ваши советы. Ваши советы помогают. Я как бы, когда это читала, вот с такими глазами. Я что могу сказать? Ну, как бы вы человека насильно заставили, ничего делать не можете. Он свой выбор сделал. Не в пользу вас. И вам просто остается принять этот выбор. Ничего изменить вы не можете. Он вам что-то обещал, но по факту ничего не делал. И когда вы беременели и принимали решение рожать этого ребенка, ответственность вы должны были, ну, как бы, я думаю, вы действительно хотели ребенка. И ответственность рассчитывали то, что вам... Вообще, женщина должна рожать столько детей, сколько она сама сможет прокормить. Вот так я считаю. И когда вы это делали, шли на это, вы-то, наверное, понимали, да, что у вас будет двое детей, и как-то вам их надо будет кормить. Ситуация, конечно, очень тяжелая сейчас. Но что вам посоветовать? Во-первых, я не могу как-то там, да, резко конкретно что-то высказывать, потому что у вас, я даже, мне кажется, чувствую это. У вас пострадовая депрессия, либо просто расстройство, вам вообще, в принципе, плохо. Дело даже не в нем, а вообще в самой ситуации. Гормональное устаканивание и все это прочее. У вас только один выбор. Жить для своих детей. Этого мужчины однозначно не то, что не надо с ним общаться, вычеркнуть. И быть благодарны за то, что это какая-то встреча, единственная там ваша встреча, по сути, она вам подарила ребенка. Ребенок — это любовь, это часть вас. Не ждите от этого мужчины ничего, ни помощи, ни чтобы он интересовался, все, забудьте его. Вот он исчез. Вот на планете Земля этого мужчины больше не существует. Ничего не ждите, ни на что не надейтесь. Забейте, все, ничего там не ждет вас и не будет. Он не хочет, и вы ему не нужны. Ну что, это остается только принять. Но у вас есть ребенок, ради которого вы должны жить. Потому что у этого ребенка, кроме вас, теперь никого нет. У него нет папы. У него нет там от папы бабушек, дедушек, тетей, кто бы там подарил подарочки, о нем позаботился, там забрал к себе или вам с ним помог. У него есть только вы. И ребенок не виноват в том, что так произошло. Никто, скажем так, никто… Сложилось, как сложилось, примите просто эту ситуацию. Ты ничего же не сменишь ребенка, ты никуда не денешь, правильно? Надо просто вычеркивать из головы никаких надежд, ничего не должно быть по отношению к мужчине. Ну никто, ничего, пустое место. Он неблагонадежен. Даже если он вам будет дальше втирать, сейчас появится, типа интересоваться ребенком, ничего вам не даст. Вы ему просто не должны… Ну вообще изначально ему ничего не надо было. Так просто сложились обстоятельства, что вы забеременели, вот и все. Он много просто по ушам ездит, вот и все. Другого ничего не скажу. Я думаю, что он, возможно, раньше кто-то был, скорее всего, или там отношения какие-то. Просто это такая вот получилась интрижка с таким вот выводом, как ребенок, с таким позитивным выводом. Потому что ребенок – это вам подарок. Для чего-то вам это должно в жизни пройти, вот это вы должны пройти, это испытание. Это тяжело. Я прекрасно все понимаю. Я очень надеюсь, что у вас есть родственники. Мама, например, папа, либо там сестра, тетя, хоть кто-то, близне, или друзья какие-то близкие, которые вам могут сейчас и морально, и финансово помочь. Это нелегко. Детей чем-то кормить надо, в конце концов. Одевать, обувать, и потом их в школу отдавать, и в садик, да? Но по поводу вашего психологического состояния себя что делать? Вычеркивать этого мужчину и начинайте жить только ради этого ребенка. Потому что о нем, кроме вас, заботиться некому. Вы для него тот лучик света, который налаживает его контакт с миром со внешним. Вы тот человек, который в него будет вкладывать, в его голову, каким он будет. Правильно вы его воспитаете, хорошим человеком, плохим. Это от вас зависит. Если он будет видеть раздраженную мамку, которая, может быть, его даже не любит, внутри души, то за что это произошло? Из ненависти какая-то злость переносить на ребенка ни в коем случае нельзя. Никогда не напоминайте о моего папе, что он там где-то существует. Не надо. Есть у ребенка вы. И вы вправе создать его идеальную вселенную, его хорошо воспитывать, чтобы он был хорошим, правильным человеком, который, опять же, когда вырастет, для вас, когда вы станете старенькой, будет опорой. У вас есть еще и дочка, второй ребенок, который постарше. Это тоже ваша помощница в будущем. Сконцентрируйте свою ненависть, обиду, самое главное обиду на этого мужчину. Перенесите в виде любви и заботы на ваших детей. Это очень трудно сделать, но это очень возможно. И вы сможете это сделать, когда вы внутри себя окончательно обрубите какие-то надежды, обиды свои на вот этого мужчину. Не будете считать, что он чем-то там должен, что вот он такой плохой, он все это… Он, да, он плохой, вы совершенно правы. Но здесь вина двоих людей есть, и ваша в том числе. Какая-то безответственность с какой-то стороны. Но опять же, благодаря этой безответственности, этой связи, у вас появился теперь замечательный ребенок на руках. Это ваша кранинушка, часть вас. Сфокусируйтесь на нем. По поводу папы, вот этого контакта, вопросы, которые в будущем у ребенка могут возникнуть. Ну, я бы, честно, вот первое время, ну да, это больно, конечно, смотреть, когда ребенок без отца растет, да, то есть ощущение комплекса своего, того, что ты не додаешь, что папы не хватает, вот у остальных папа есть, а у него нет. Но с другой стороны, вы должны думать о том, что этого бы малыша вообще могло не быть. Пусть лучше хоть так, но он есть у меня, да. И я постараюсь его исполнить и за папу, и за маму. У меня выбора другого нет, тем более у меня двое детей. У вас есть хороший шанс, когда детки подрастут, чтобы они между собой были настоящими, там, не знаю, как малыш, мальчик, девочка, там, ну, брат и сестра, или там, сестра и сестра. Чтобы они помогали друг другу в будущем, были опоры. Вы можете создать семью даже без участия мужчины, без этой помощи. Но на данный момент вы, конечно, так далеко не думаете, у вас житейские, бытовые, вообще сейчас проблемы со здоровьем. Просто на данный момент отрубите все контакты, ничего не ждите, потому что там ничего не светит с этим мужчиной. Он сделал свой выбор, все уже. Вот и, собственно, что ты скажешь. Ну да, горестно, больно, обидно. Но придется это принять, потому что вы не можете изменить решение другого человека. Я вам желаю, чтобы вокруг вас сейчас не отвергать помощь своих родных и близких, чтобы вокруг вас они были и вам помогали физически, морально и финансово. Это то, что какая ситуация, в которую вы попадете жило. Не ставьте на себе крест, как на женщине, что вот, у меня твое детей, я вообще никогда не буду счастливая, никого не найду и все в таком роде. Ничего подобного. Все у вас в будущем может быть. Просто сейчас трудный период, этап, ближайшие пару лет, которые вы все равно проживете, даже стискнув зубы, все будет нормально. Искать какой-то правды, докапываться, что-то ждать от этого мужчины не надо. Его поступки говорят сами за себя. Он кинул вас в своего ребенка. Это его выбор, ему с этим жить. Вы это изменить никак не можете. Никак не можете на это повлиять. Поэтому, чем быстрее вы перестанете от него что-то ожидать, обижаться на него и вообще эту тему в голове своей, просто поставьте крест на это. Никогда туда не возвращайтесь. Никогда о нем не вспоминать, ничего от него не ждите. Ничего путнего там не будет. Ему дать вам просто тупо ничего. У него ничего и нет. Так что держитесь, крепитесь. И, девочки, я жду от вас комментарии, чтобы вы девушку поддержали. Не гнобили и там указывали, что он-то там не права. Она сама все совершает, даже если не сейчас. Она со временем все поймет, в чем она не права. Какие ошибки она допустила. И впредь, надеюсь, не будет просто их повторять в отношении с мужчинами. Да, вообще они. Но на данный момент вы должны сфокусироваться на позитивном мышлении. Выходить из этой ситуации. Все будет нормально. Просто не с этим человеком. Будет другой. Не переживайте. Спасибо за ваши комментарии, девушки, что оставите под этим видео. Скоро увидимся. Всем пока.